7 февраля 1995 года. Чечня, Грозный, первая чеченская компания. Разведгруппа под кодовым словом «Малина». В составе всего пять солдат, в том числе Вадим Выжимов. Продолжая выполнять боевое задание, уже на земле матросы осторожно перемещались по городу. Но из засады обрушился пулеметный огонь противников. Те били прицельно. Неравный бой продолжался четыре часа. Моряки держались до последнего. Выжил только один, а наш земляк Вадим Выжимов героически погиб. Какая-то гордость за сына, что он именно поступил. Так, как я думал. Любовь к карме подъявил я ему с малолетства. Служил там полгода. Начала первая чеченская война. Написал заявление добровольно. Наказ был такой, не то что официально, а плавно так. Сделал, показал, что в плен сдаваться нельзя. Лучше играло по себе и как-то так. Спустя годы о героическом подвиге Вадима не забывает и родная земля. В поселке Новогорске города Новоалтайска на стене школы, где учился парень, сослуживцы установили мемориальную доску. Память о наших ребятах не должна быть забыта. Потому что есть такое понятие у морских пехотинцев, что красный околыш на берете – это кровь всех наших парней, которые остались в горячих точках. Мы помним всех и стараемся увековечить всех. Памятные мероприятия, посвященные подвигу бойцов разведгруппы «Малина», проходят ежегодно по всей России. Алтайские морские пехотинцы планируют увековечить имена и других героев-матросов. Так, они уже объявили сбор средств на мемориальную доску в честь Сергея Концендорна из Тольменского района, который тоже погиб в Чечне. Что касается первой памятной доски, установить ее решили в канун Дня морской пехоты. Он пройдет 27 ноября. Морские пехотинцы нашего края отметят его торжественным построением и благотворительными акциями для детей. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком!